Добрый день! Сегодня мы с вами будем лепить серьги маки из холодного фарфора. Для этого нам понадобится холодный фарфор, краски нужна красная, любая зеленая и черная, клей Е6000, флок для присыпки, латексный клей, иголочка, основной стек и стек с шариком, кисточка, пучок тычинок, проволочка, подойдет любая, фурнитура для сережек и вайнер-лепесток мака. Приступаем к лепке. Откусываем два отрезка проволочки и заворачиваем на конце каждой из них петельку. В данной работе желательно использовать холодный фарфор, в который не добавлена белая краска. После высыхания он должен становиться полупрозрачным. В небольшой кусочек добавляем зеленую краску. Этот фарфор нам необходим для лепки серединок маков. Отмеряем два кусочка и стараемся, чтобы они были одинаковыми по размеру. Скатываем в шарик. Петельку на проволочке смазываем клеем и закрепляем на ней кусочек фарфора. Иголочкой продавливаем бороздки. Ножничками подрезаем край каждого сектора. Стейком поправляем форму коробочки. Вот мы уже слепили два одинаковых центра. Берем флоп. Можно использовать любой цвет, какой вам хочется. Насыпаем и расправляем иголочкой, чтобы был тонкий слой. Кисточкой наносим латексный клей наверх коробочки. И опускаем во флоп. Иголочкой поправляем все углубления. Боковую сторону тонируем темно-зеленой масляной краской, но это не обязательно. Краска не должна попадать на нижнюю часть коробочки, чтобы не мешать приклеиванию тычинок. Выбираем какую длину ниточек нужно оставить и отрезаем тычинки от пучка. Берем маленький кусочек фарфора и приклеим его у основания коробочки. В него мы будем клеивать тычинки. Смазываем клеем и по одной штучке закрепляем тычинки. Берем маленький кусочек. Поправляем тычинки. Чтобы цветочек смотрелся аккуратно. То же самое делаем со второй коробочки. Сравниваем с первой, чтобы тычинки были на одном уровне и одинаковое количество штук. Одного пучка как раз хватает на пару сережек. Некоторые ниточки с тычинок могут быть плохо закреплены. Чтобы они не отпали, мы еще раз промазываем их латексным клеем. И оставляем на один час подсохнуть. Так как ниточки на данных тычинках белые, я их окрашиваю черной краской. Приступаем к лепесткам. Замешиваем красную краску в фарфоре без добавления белого пигмента. После высыхания красный цвет станет значительно более интенсивным. Отщипываем кусочек фарфора и придаем ему форму капельки. Стеком раскатываем наш лепесточек. Делаем утиск в вайнере. Получаем прямой лепесточек с красивой текстурой. Основание лепесточка слегка прокатываем стеком с шариком. И иголочкой заворачиваем краешек лепесточка. Черной краской рисуем пятнышко у основания лепесточка. И самый краешек смазываем латексным клеем. Закрепляем на цветочки. Следим, чтобы размер лепесточков был одинаковым. В первом ярусе у нас будет 4 лепестка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы их слепили, оставляем подсохнуть на 2 часа. Вот маки достаточно просохли, чтобы с ними работать дальше. Мы будем приклеивать швензы с помощью клея Е6000. Для этого откусываем проволочку. Выбираем направление цветочков, чтобы они смотрелись одинаково. И приклеиваем. Для этого смазываем клеем Е6000 площадку на швензе. И прикладываем к лепесточку. Проверяем, чтобы швензы были приклеены одинаково. И цветочки были под одним углом. Оставляем их на 20 минут, чтобы клей застыл. Далее лепим еще один ярус лепесточков и прячем за ним фурнитуру. На лепестках этого яруса уже не рисуем черные пятнышки. Наносим латексный клей и закрепляем на цветочки. Все поправляем стеком. Крепим 4 лепесточка на каждый цветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот мак с одним ярусом и с двумя. Лепим второй цветочек. Вот он уже готов. Серьги окончательно высохнут через несколько часов. Спасибо за просмотр урока по лепке маков сережек из холодного фарфора. Работа очень простая, а изделия получаются яркими и красивыми. Если мастер-класс вам понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами была Наталья Бусенко. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова